В Наринмаре стартовал окружной семинар работников культуры, приуроченный к их профессиональному празднику. Традиционно руководители и специалисты учреждений культуры региона собираются, чтобы обсудить актуальные задачи отрасли, представить лучший опыт, решить проблемы и договориться о новых творческих проектах. Ежегодный семинар – хорошая возможность для работников культуры из самых отдаленных населенных пунктов обменяться опытом с коллегами. Не секрет, что дома культуры на селе – это настоящие центры общественной и культурной жизни людей. Мария Бобрикова возглавляет такой центр в поселке Бугрино 8 лет. Говорит, несмотря на ограничения, связанные с ковидом, сотрудники учреждения за прошедший год всеми силами старались разнообразить деревенские будни. Культура на селе всегда развивается, всегда мы идем вперед. Проводили мероприятия по мере возможностей в рамках плана, который был утверден департаментом. Люди активно участвуют, потому что у нас один дом культуры, и мы находимся далеко от других домов культуры, и поэтому все к нам, все приходят на мероприятия, люди активно участвуют. Не менее насыщенная жизнь в сельских библиотеках, правда, тех, кто приходит сюда за книгами, с каждым годом все меньше. Вот и библиотекарь деревни Вижас Вера Михеева отмечает эту тенденцию в своем поселении. Читатели приходят в основном, но читают очень мало. А дети в летний период, у нас детей вообще нет, потому что деревня маленькая – 40 человек. Но уже все в основном старшее поколение, то пенсионеры, читают очень мало вообще. Я люблю читать, и я даже удивляюсь, как можно не читать книги. Ну ладно, интернет – интернетом, телевизор – телевизором тоже. Все, но мне кажется, что стали очень-очень мало читать. Сегодня библиотека – это не только книгохранилище, но и современный интеллектуальный и образовательный центр, работники которого используют новейшие информационные технологии и компьютерное оборудование. Именно такая библиотека впервые открыла двери для посетителей в поселке Красное. Многие дома культуры в больших и малых селах требуют ремонта. В этом году ремонтные работы пройдут сразу в нескольких населенных пунктах. Мероприятия в области культуры реализуются в Нинецком округе в рамках регионального проекта «Культурная среда» – национального проекта «Культура». Мы реализуем национальные проекты, но наш регион всегда выделяют, всегда говорят о том, как мы можем показать пример другим регионам по реализации национального проекта. И это ваша заслуга. Спасибо вам большое за это. В рамках семинара руководителей и специалистов учреждений культуры с профильным департаментом были озвучены основные достижения в данной сфере за прошлый год, а также планы на текущий период. У нас летом состоятся две очень интересные этнографические экспедиции по изучению нинецкой культуры и по исследованию коми и жемской культуры Нинецкого автономного округа. Также будет очень большое интересное традиционное мероприятие – фестиваль коми-культуры Визула-Юб и Стратечная река. Мы планируем, что у нас все же состоится наш знаменитый фестиваль народного творчества «Аргиш-надежда», который в этом году планируется посвятить традиционной мужской культуре. И рядом с этим фестивалем всегда идет межрегиональная выставка народных промыслов и ремесел. Традиционно на мероприятии наградили лучших работников сферы. Добавлю, семинар работников культуры будет проходить до 30 марта. За это время его участники проведут деловые встречи и мастер-классы. Предусмотрена также творческая программа.